Вот, собственно, всё, что есть у ЗЭКа в течение суток. Вот так вот и примерно на унижение за днём. Помещение размером 2,5 на 3 метра, большее похожее на каменный мешок. Железная койка пристёгнута к стене. Вместо окна — крохотная форточка. Так выглядит камера в шафтном изоляторе, куда уже несколько раз помещали российского оппозиционера Алексея Навального. Её копию соратники политика установили в Берлине, на бульваре Унтернен-Линдон, прямо напротив российского посольства. Эта инсталляция — часть международной кампании «Свободу Навальному». Для того, чтобы привлечь внимание к судьбе оппозиционера, в столицу Германии приехал его брат Олег Навальный. Он в тюрьме, в холодной камере ШИЗО, и чувствует себя не очень. Обычная тюремная тактика пытается сломить его дух. То есть у него пытается отобрать даже то немногое, что у него есть там в тюрьме. У Алексея прям кремень, молодец, он держится. Но он очень сильный, его такими штуками не сломать. Соратники Навального уверены, что огласка и мировое давление — это единственное, что способно помочь политику сейчас. В 2021 году из-за шумихи в СМИ к Навальному пустили медиков. После открытого письма врачей в середине января этого года политику оказали медицинскую помощь. Письмо в поддержку Навального лично Владимиру Путину направили более сотни адвокатов. Но этого мало, считают его соратники. Подвлечь внимание к международной кампании за освобождение Навального. Чтобы люди впечатлили, чтобы люди оставили подписи, чтобы они говорили с политиками в своих странах. ШИЗО сейчас в Берлине, потом оно поедет в другие европейские города. Важная сейчас штука для того, чтобы сохранить Алексею здоровье и жизнь. Кроме как максимальной какой-то международной оглаской, кроме как максимальным каким-то общественным давлением, мы не понимаем, как этого добиться. Однако у немецких политиков сейчас проблем и помимо Навального хватает. Энергетическая безопасность, инфляция, поставки вооружения Украине. Да и к требованиям Запада в Кремле уже давно не прислушиваются. А что думают немцы об Алексее Навальном? Навальный сделал большой вызов российской системе в последние годы. Российское правительство явно боится его. Иначе они бы и не прикладывали столько сил, чтобы его посадить за решетку. Это очень впечатляет то, что ему удается быть услышанным и заявлять о себе, даже находясь в колонии. Я надеюсь, что он это все переживет. Он вроде как болеет. Может быть, давление на Путина станет таким большим, что его все-таки отпустят на свободу. Конечно, все страны мира должны что-то делать. Но я не думаю, что с политиками в России можно чего-то достичь. Очень жаль. Мы живем здесь, в свободе. А другие люди должны жить в таких системах и под таким режимом. Это неправильно. Конечно, было бы хорошо как-то помочь Навальному. Но я думаю, что в данный момент вмешательство в этот вопрос может привести к новым конфликтам. Именно здесь, в Германии, два с половиной года назад врачи клиники Шарите спасли жизнь Алексею Навальному. После того, как его пытались отравить, как считается, боевым ядом новичок. Ровно два года назад политик вылетел отсюда обратно в Россию, где его задержали прямо на паспортном контроле. С тех пор Навальный находится в тюрьме. И его сторонники опасаются, что жизнь политика сейчас снова в опасности. Продолжение следует...